Здравствуйте! Время новостей на телеканале Саратов 24. Меня зовут Павел Фитилёв. Я и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях к этому часу. И вот о чём пойдёт речь. Открыли новый корпус. Мы, если честно, даже не думали, что мы попадём в садик к этому возрасту. В посёлке Юбилейный заработал детский сад для малышей. С раннего возраста ребятам прививают любовь к искусству, спорту и компьютерным технологиям. Строгий контроль. Работники аэропорта Гагарина рассказали, как следят за безопасностью пассажиров. Подробности расскажу я, Полина Попенец. Танец, который перестал быть неприличным. Вы просто качаете пресс, например, а здесь ноги надо поднять. В Международный день стриптиза саратовские танцовщицы показали, как сложно удержаться на пилоне. Какая температура за окном ждёт нас в среду, 10 февраля, на преподобного Ефрема? Через несколько минут расскажу вам я, Александр Невохацкий. Не переключайтесь. Дополнительные места для малышей. В детском саду в посёлке Юбилейный открылся третий корпус. Это позволило существенно сократить очередь из будущих воспитанников. Теперь у жителей микрорайона не будет болеть голова по поводу, куда им отдать детей. Кстати, в новом саду ребята могут обучаться по направлению STEM-образования. Анна Заболуева узнала, что это за система. Пока они только учатся дружить. Ведь в этот детский сад малыши ходят всего лишь пару недель. В жар птицы открыли новый, третий корпус. В учреждении появилось 160 дополнительных мест. Многие родители мечтали водить сюда своих детей. Но по спискам перед ними было около 100 человек. Теперь же очереди практически нет. Ребёнку в декабре исполнилось 3 года. Очередь наша ещё не подходила. Мы, если честно, даже не думали, что мы попадём в садик этому возрасту. Но нам позвонили, пригласили ещё и пригласили в тот садик, в который мы очень хотели. А какие вы были в очереди? Ну, где-то примерно 70-й, наверное, вот в этот садик. В другой садик, который ближе к дому, мы там где-то в районе 20-28, что-то такое было. Конечно, мы даже не рассчитывали на жар птицу. И оказалось, что сюда мы пришли быстрее. У нас ребёнок ходит с 6 месяцев, в бассейн плавает. И когда я узнала, что здесь ещё бассейн есть, это, конечно, вообще круто. В жар птицы детки смогут не только поплавать в бассейне. В новом корпусе появилось много развивающих кружков. К примеру, для тех, кто любит работать руками, есть студия для рисования песком. Создали и другие классы дополнительного образования. Давай вот здесь. Нет. Опа. И лучи. Крой. Давай. Много-много-много-много. Лучи. Много-много. Молодец. Умничка. Дети с ранних лет уже начинают на каких-то экспериментальных опытах осваивать различные профессии, как инженеры. Учатся элементарным правилам программирования. Ну, очень много и балетной студии, и своё сценическое искусство, и студии иностранных языков. Новый корпус детского сада рассчитан на 8 групп. Принимают малышей от полутора лет до семи. Построили дополнительное здание в рамках НАЦПроекта «Демография». Кстати, с появлением дополнительного корпуса в детском саду прибавилось и рабочих мест. Теперь трудиться будут ещё 50 человек. Анна Заболуева, Александр Кравченко, Саратов-24. Начертить схему движения в торговых центрах или сделать голосовое оповещение – такое задание губернатор дал министру здравоохранения региона. Касается это привилочной кампании. Очередная партия вакцин должна прибыть в наш регион уже в среду. Это будет чуть больше 5000 доз гамма-ковид-вак. А с 10 по 15 февраля – ещё порядка 20 тысяч доз этого же препарата. Тем временем в Саратове планируют закрыть ковидный госпиталь. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин. Его цитата. 15 февраля закрывается ковидный госпиталь в клинической больнице имени Миротворцева. На высоте сегодня день гражданской авиации России. 9 февраля впервые появился воздушный флот в нашей стране. Но путешествия по воздуху внутри страны стали возможны только летом 1923 года. Первым внутренним маршрутом был рейс «Москва-Нижний Новгород». Гражданская авиация – это не только стюардессы и пилоты, это ещё и безопасность. Полина Попенец расскажет, кто и как её обеспечивает в Саратове. Как только самолёт из Екатеринбурга приземлился, к нему сразу приближаются работники технической службы. Проверяют состояние фар, шин, шасси, лопастей, двигателей, крыльев. И если нужно, дозаправляют самолёт. Воздушное судно проверяют несколько раз – после посадки и перед вылетом. Осматриваются двигатели воздушного судна, чтобы не было посторонних предметов, наледи, целостность лопаток. Осматривается крыло. Вот на пневматиках колёс не должно быть порезов, потертостей. Проверяется обжатие пневматиков, то есть давление. Раньше летал сам, а теперь встречает самолёты. Георгий Ксенофонтов – военный лётчик. Отслужил на Урале 25 лет. Вышел на пенсию. Но от взлётной полосы далеко не ушёл. Почти два года работает в гражданской авиации. Сейчас начальник отдела по безопасности полётов в аэропорту «Гагарин». Работа очень ответственная, рассказывает Георгий. От осмотра самолёта зависит и безопасность пассажиров. Когда служил, не раз попадал в экстренную ситуацию. Один раз не выпустилось шасси. Мы ушли в зону ожидания. Применили аварийный выпуск. Шасси выпустилось, и мы благополучно приземлились. Всё страшно было тогда? Ну, не страшно. Немножко неприятно, что подвела техника. Но действовали согласно инструкции. Справились. В целях безопасности пассажиры тоже проходят несколько этапов проверки. В первую очередь специалисты смотрят багаж. Его проверяют при входе в здание аэропорта. Затем пассажир оформляет его у стойки регистрации. Здесь специалисты проводят более тщательный досмотр. И иногда возникают сложности. Особенно с ручной кладью. По словам работников аэропорта, люди частенько нарушают правила. А это информационный стенд для пассажиров. Здесь представлены вещи, которые нельзя брать с собой в самолёт в ручной кладе. Все эти предметы конфисковали. Это только малая часть. Как видите, здесь есть жидкости, оружие и даже капкан. День гражданской авиации специалисты не отмечают. Говорят, много работы. Например, отправить самолёт в Сочи. Пассажиры уже прошли все этапы контроля и занимают свои места. Но Георгий Ксенофонтов ещё раз проверяет воздушное судно. И только потом даёт отмашку командиру, что всё в порядке и можно взлетать. Полина Попенец, Олег Буланов, Саратов-24. Вышли на новый этап. Строители приступили к чистовой отделке в инфекционной больнице. Напомним, её возводят в Елшанке. Средства на строительство перечисляли и жители области. Внушительные взносы поступали и от представителей крупного бизнеса, таких как Фосагра. За минувший год на борьбу с пандемией компания выделила более трёх миллиардов рублей. Часть этой суммы направили на возведение инфекционной больницы. Альфия Багапова расскажет подробности. Студентка второго курса, как и многие, переболела коронавирусом. Заболевание Екатерина перенесла в лёгкой форме. Однако среди её близких были и те, кто буквально боролся за свою жизнь. Именно поэтому девушка решила принять участие в благотворительном сборе на строительство инфекционной больницы в Саратове. Я сама столкнулась с этой ситуацией и видела, как болеют мои родственники, как болеют мои родные. И я бы хотела помочь людям в эту трудную минуту, поддержать их, чем получится. И когда начался сбор на строительстве инфекционной больницы, я поняла, что это мой шанс дать вклад в будущее. Строительство началось в апреле прошлого года. Тогда же объявили и о сборе средств на заведение больницы. Проект, можно сказать, стал народным. Ведь деньги перечисляли как простые жители региона, так и представители крупных бизнес-структур. Руководство компании Фосагра, одного из ведущих мировых производителей минеральных удобрений, откликнулось в числе первых. На возведение объекта компания перечислила 100 миллионов рублей. И это не единственная оказанная помощь. В начале прошлого года мы купили самое современное оборудование для организации ПЦР-лаборатории в Балаковской районной поликлинике. Это дало возможность всем жителям Балакова очень быстро и оперативно проходить тестирование на вирус. На сегодняшний день в восьми больничных корпусах ведутся отделочные и электромонтажные работы. В каждом имеется водоснабжение и самое главное – отопление, что позволяет специалистам выполнять подрядные работы, даже без верхней одежды. Во всех восьми корпусах тепло. Это произошло уже в декабре месяце. Конечно, надо отдать должное ряду спонсоров, ФОСАГРА прежде всего, потому что именно на пуск тепла, на приобретение системы отопления ушло порядка 45 миллионов рублей. И вот то, что эта спонсорская помощь подоспела как раз в конце сентября-октября, позволило объект запустить уже в новом году полностью всю технологическую цепочку. В ближайшее время планируется установка вентиляции и монтаж слаботочных систем. Единовременно на объекте трудится более 200 человек, и по словам генерального подрядчика, их количество увеличится почти вдвое. Инфекционную больницу на 400 мест планируют сдать в срок в июне этого года. Альфия Багапова, Максим Пустовалов, Саратов, 24. Впереди прогноз погоды от Александра Новохадского, а затем вернемся в студию и продолжим знакомить вас с новостями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Чтобы все это выросло, я работаю каждый день от зари до зари. Я выращиваю для вас хлеб, овощи, мясо. Все это стало возможным в том числе благодаря поддержке кооператива «Гарант Кредит». Сбережения, вложенные в сельское хозяйство, эффективно используются и могут приносить стабильные доходы. Гарант Кредит. Телефоны в Саратове. 906-444. 708-444. Генеральный спонсор прогноза погоды – сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Гарант Кредит». Удобные и выгодные кооперативные программы по сбережениям. Здравствуйте! В среду, 10 февраля, на преподобного Ефрема, в Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбии, Балакове, облачно с прояснениями, местами возможен небольшой снег разной интенсивности и туман. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Днем до минус 3, а ночью до минус 15. В Саратове и Энгрисе также снег и ветер. Температура днем до 10, а ночью до 14 градусов ниже нуля. Атмосферное давление около 754 миллиметров в ртутную столба. По приметам, если на Ефрема день выдался ветреным, то следует ожидать сырой и холодный год. Всем добра, здоровья и терпения. До встречи! Зрелищные, горячие и сложные – это все об этом танцы. Сегодня свой день рождения отмечает стриптиз. Именно 9 февраля, больше века назад, танцовщица из парижского кабаре впервые разделась во время вечернего шоу. Тогда это вызвало небывалый резонанс. Стрип-жанр продолжает удивлять и в наши дни. Правда, уже не отсутствием одежды, а сложной акробатикой. Жанна Марченко испытала это на себе. Не все знают, но стриптиз – это не просто танец, но еще и вид спорта. И снять себе одежду – это не самое сложное. Самое сложное – освоить элементы шестовой акробатики. Мы находимся в студии танца на пилоне. И сегодня возьмем мастер-класс у Ольги Недоступовой. Оля, здравствуйте! Мы пришли к вам в честь. Смотрите, танцевальный класс обычно танцует вот в таких вот прекрасных туфельках под названием «Стрип». Как раз к празднику подходит. Я для вас одни приготовила. Мне? Так, ну попробуем. Такое подозрение, что даже просто на них стоять. Это уже мастер-класс. Да, это отдельное такое. Прямая нога, вес прямо на бедро, чтобы можно было спокойно. О! Так. Ну, отлично. Сейчас попробуем базовый шаг. Значит, представляем, что у нас маленький круг вот здесь, возле пилона. Вот. Получается, ноги ставим в маленький круг и все время стремимся, чтобы они туда попали. О! Да. Шикарно. Как вариант схода, да. Вот так. Богат. Вообще, чем вот это все? Есть спорт на уши? Ну, это… Любые танцы развивают координацию, да, улучшают ажисть. Осанку. Плюс вот непосредственно пилоны. Это, естественно, пресс. И вообще, такая слаженная работа всего организма, на самом деле. И четыре. Оп! Да, вот это хорошее. Как вот эту ногу, как сахар, погодить? Ну, это со тренировки, растяжка. А как проверить вот свою гибкость? У тебя гибкая или нет? Как это будет смотреть? Да, на самом деле, очень просто. Ну, смотрите, базовая гибкость суставов на выпад. Ну, соответственно, чем ниже вот здесь может просеять бедро, тем гибче, да. Чувствуешь себя корягой рядом с Олей. На самом деле, пилон очень интересный. Он по сравнению с другими видами нагрузки, но с тем же там фитнесом, например, да, он интересный. Здесь какая-то есть другая задача, да, там, хочу закинуть ноги наверх. При этом в Фурдале же вы просто качаете пресс, например, а здесь ноги надо поднять. Вы же все умеете, да? Ну, как все. Но есть еще чем улучшить? Конечно. Если вы побываете на мировых соревнованиях, вы поймете, что всегда из чего учитесь. Без потерь в составе гонболисты с ГАУ Саратов успешно сдали тесты на коронавирус. Процедуру теперь проводят перед каждым матчем. Сегодня как раз тот случай. Очередная домашняя игра в юбилейном. В гости к Аграриям приехали спортсмены с Южного Урала. Для них начало сезона не заладилось. В спорткомплекс отправился и Роман Базан. На эту игру саратовская команда вышла в роли фаворита. Аграрий хоть и на восьмом месте в турнирной таблице, но все же выше, чем сегодняшний соперник. А это Агбуза, Туфинцы на десятой строчке. Как и всегда, игра на домашней площадке с ГАУ в спорткомплексе юбилейный. Загадывать не хочу. Обе команды сильные. Посмотрим по игре. Я сейчас понаблюдал. 47 номер нравится. Я не знаю его имя и фамилию, но так, по-виду, хорошо играет. Это первая домашняя игра после большого перерыва. Пауза была связана с чемпионатом мира. Турнир прошел в Египте. Кстати, ворота нашей национальной команды защищала галкипер Аграрий. Станислав Тритынко даже успел проявить себя в матче с южными корейцами. Отразил половину мячей. Таким образом, Тритынко стал первым в истории саратовского спорта гонболистом, сыгравшим на мировом первенстве. 50% отбил мячей. И таким образом он показал себе, что он может играть уже на уровне сборной. Пока еще хотелось бы большей стабильности, но, по крайней мере, такой ресурс у парня есть. Его рассматривают в перспективе. Я должен сказать, что хорошие игры были проведены нашей командой из ГАУ. С ССК мы хоть и проиграли, там судьи, к сожалению, помогли москвичам. Но очень хорошо сыграла команда. И мы надеемся на сегодняшнюю хорошую игру. Из-за послабления на игру сегодня удалось попасть к большему количеству болельщиков. Следующий матч Аграрии проведут также дома, но уже в Балакове. В субботу сыграть в Еврокубке с эстонской пыльвой. Роман Базан, Олег Буланов, Саратов, 24. О главном к этому часу все. Ищите нас также в соцсетях. Мы есть и в Инстаграм. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин